Власти Нижнекамского района продолжают поиск инвесторов для развития деловых контактов. Ради этого делегация во главе с Айдаром Медшином на прошлой неделе выехала в Мармарис, расположенной на территории Турции. В этом регионе отсутствует промышленность и местный бизнес ориентирован только на туристическую деятельность. На встрече с представителями власти города было принято решение развивать деловые связи именно в этом направлении. В частности, для нижнекамцев возможно откроются новые чартерные рейсы до аэропорта Даламан. Основной вопрос, который обсуждался в ходе этой поездки, об открытии прямого рейса аэропорта Даламан и аэропорта Бегишево. Предварительные договоренности достигнуты и мы надеемся, что с начала следующего туристического сезона этот маршрут будет открыт и тогда нижнекамцам будет это все доступнее. Нижнекамский район уверенно занимает место в пятерке лидеров по работе с заявками в системе «Народный контроль». Этот интернет-ресурс появился три года назад и каждый житель Татарстана может внести свои конкретные пожелания и указать недоработки по организации всех сфер жизнедеятельности. В своеобразную жалобную книгу чаще всего поступают обращения по благоустройству территории и организации работы общественного транспорта и, конечно же, наболевшие вопросы – плохие дороги во дворах. По Нижнекамскому муниципальному району благодаря выделенным средствам из республиканского бюджета в 2016 году отремонтированы 126 дворовых территорий, более 50% которых были из числа уведомлений «Народного контроля». Это 66 улиц и дворов. В 2017 году запланирован капитальный ремонт 39 дворов. В настоящее время ведутся работы в 38, из них 18 по заявкам из «Народного контроля». За первое полугодие из общего количества обращений 80% решены. Остальные в работе либо получили отказ. Сегодня для горожан на первый план выходит тема отопления. За выходные во всех детских садах, школах, а также больницах и других социальных учреждениях уже стало тепло. Что касается многоквартирных жилых домов, то здесь все будет зависеть от погоды и среднесуточной температуры воздуха. В течение этой недели погода благоволит, она еще будет теплой, солнечной. Поэтому со следующей недели мы будем мониторить температуру наружного воздуха и для того, чтобы создать комфортные условия для наших горожан, для наших жителей, будем определять параметры для запуска тепловой энергии в жилые дома. Жилой фонд у нас готов к приемке отопления, поэтому будем ориентироваться на погодные условия. Теплая погода последней недели благоприятствовала и агрария. Уборочная кампания входит в завершающую фазу. Собрано 90% урожая с полей Нижнекамского района. Посевы получили достаточно влаги, поэтому уже сейчас можно констатировать, урожайность в этом году выдалась очень хорошая.